А где мне взять такую песню? А русская кукла, но я знаю, что здесь будет целый театр в руках у Натальи Гулькиной. Театры, кстати, марионеточные тоже появились впервые в Италии еще в 17 веке. Но вот видите, и до нас дошло тоже. Некоторые марионетки управляются нитями, есть еще марионетки, которые управляются металлическим прутом. Она здесь, здесь нити и вторая кукла. Управление марионеткой требует исключительной точности движений. Малейшее движение и сразу, разумеется, танец куклы сбивается. И нужна серьезная координация, только координация движений и, конечно, пластика. Не слепите строго, люди, пожалей меня, родня. Вид нам в жизни сушки, но мне души грешного вина. Но здесь будет большой театр марионеток. Что за репертура у вас? Надо что-нибудь массовое петь, современное. Заметьте, Наталья уже управляет двумя куклами. Они, между прочим, еще и довольно тяжелые. Так что, помимо того, что нужно ловко ими управлять, но требуется еще серьезная сила рук. Третью куклу отдают Наталье. Заметьте, здесь еще главное не перепутать эти самые шнуры и нити. Стоит делать одно неточное движение и запоет совсем не та кукла. Еще одна появляется, две даже. Кукол в пять, а рук две и десять пальцев. То есть по два пальца на одну куклу. При том, что, посмотрите, у каждой куклы раз, два, три, четыре, пять, шесть нитей. А может быть, даже больше я точно не вижу отсюда. Заканчивается выступление. Наталья Гулькина управляет пяти куклами-марионетками одновременно. И даже есть еще младенец, то есть фактически шестью. Наталья Гулькина.